МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ в студии Жан Кадеба. Здравствуйте и в этом выпуске. Беларусь с Китаем высокий уровень и особый характер отношений в Пекине. По итогам переговоров двух лидеров подписана декларация о всестороннем стратегическом партнерстве. Зона свободная от автомобилей. Столичная ГАИ приступает к массовой эвакуации неправильно припаркованных машин в центре Минска. Ох, нелегкая эта работа. Более получаса гродненские спасатели пытались вытянуть из канавы застрявшего в ней лося. Отношения Китая и Беларуси вышли на беспрецедентно высокий уровень. Сегодня в Пекине прошла встреча президента Беларуси Александра Укашенко и председателя КНР Си Дипина. Еще до начала официальных переговоров главу белорусского государства по всем канонам торжественного церемониала встречали у Дома народных собраний. Дома народных собраний Дома народных собраний удалились на переговоры в узком составе. Главы государств общались около двух часов вместо запланированных 45 минут. После к ним присоединились остальные участники делегации. В ходе разговора в расширенном составе были затронуты практически все направления сотрудничества. Стороны подчеркнули, что отношения двух стран неуклонно развиваются. Александр Лукашенко предложил выработать новую дорожную карту сотрудничества, поскольку страны выходят на очередную ступень в отношениях. Вы очень тошно сегодня сказали на переговорах о том, что мы выходим на новую ступень наших отношений, ступень стратегического партнерства. И для этого надо выработать на перспективу новую программу, дорожную карту. Это абсолютно то, что нам сегодня нужно. И я уверен, что до конца года наши ведомства, наши правительства смогут нам с вами предложить эту программу дальнейшего сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. Наши отношения неуклонно развиваются, преодолевая ступени одну за другой. В настоящий момент мы фактически вышли на беспрецедентно высокий уровень. И вот наступил новый этап стремительного развития двусторонних отношений. И в этот исторический момент ваш визит, я уверен, обязательно придаст дополнительный стимул дальнейшему двустороннему развитию сотрудничества между нашими странами. Намерение продолжать укреплять сотрудничество по всем направлениям, стороны закрепили подписанием совместной декларации. Этот документ будет определять характер дальнейших отношений между государствами. В частности, в декларации говорится о том, что Беларусь и Китай усилят взаимную поддержку по защите интересов обоих государств. Беларусь подтвердила приверженность политики одного Китая, а Пекин пообещал нашей стране поддержку в защите суверенитета. Страны также договорились приложить большие усилия к развитию гуманитарного сотрудничества. Так, уже этим летом, в соответствии с договоренностями, в Поднебесной смогут отдохнуть две сотни белорусских детей из чернобыльских регионов. Сегодня же по итогам переговора в Беларуси и Китай подписали пакет соглашения о развитии сотрудничества в различных сферах. Пострадавших в ДТП в Волынской области детей перевезли из Бреста в Минск. Такое решение было принято накануне по просьбам родителей минских школьников. До этого дня в Брестской областной больнице находились трое юных пациентов. Наибольшее опасение у медиков вызвало состояние 12-летней девочки, получившей в результате аварии черепно-мозговую травму. Ее доставили в столицу на реанимобиле в сопровождении мамы. Еще два подростка прибыли в Минск вместе с врачами в карете скорой медицинской помощи. Дальнейшие лечения ребята будут проходить под наблюдением столичных специалистов. Девочка 12 лет, которая доставлена с диагнозом среднеочерепно-мозговой травмой, которая требует дальнейшего стационарного лечения в условиях специализированного стационара. Будет она, пройдет курс лечения в условиях нашего отделения. Мы еще проведем дополнительное обследование. Доставлено еще двое пациентов с менее тяжкими телесными повреждениями. Оба они госпитализированы в наше отделение для установления окончательного диагноза и решения вопроса, где дальше они будут лечиться или реабилитироваться. Напомню, авария произошла в минувший четверг в Волынской области Украины. Туристический автобус, который вез группу белорусских граждан в Болгарию, столкнулся с рейсовым автобусом. Восемь человек погибли, среди них один белорусский ребенок. Тридцать пострадали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. ГАИ приступает к массовой круглосуточной эвакуации неправильно припаркованных машин в центре Минска. В первую очередь это коснется улиц Володарского, Интернациональной, Комсомольской, Немига и Короля. Автомобили в этих местах мешают движению другого транспорта, в том числе общественного. Сегодня стартовала вступительная кампания в белорусские высшие учебные заведения второго потока. Десять дней дано абитуриентам на подачу документов. В этом году студентами станут определенно лучшие, учитывая тот факт, что минимальный балл для участия в конкурсе подняли по гуманитарным предметам до 20 баллов, по остальным до 15. Тенденция вступительной кампании – качество, а не количество. Смотрим, уменьшаем прием на юридические, экономические, другие невостребованные специальности. Но опять же с целью повышения качества подготовки специалистов. Потому что сами понимаете, когда мы брали всех, качество это значительно понижалось. Накануне начался прием документов в среднее специальное учебное заведение. Абитуриенты, закончившие 9 и 11 классов, могут подумать до 16 августа. Конкурсы в подобных учреждениях на дневную форму обучения колеблются до трех человек на место, на заочную – до четырех. В прошлом году самые высокие проходные баллы были в колледжах искусств. Самыми востребованными специальностями тогда оказались хореография и эстрадный вокал. В Витебске накануне торжественно закрылся славянский базар. На сцене летнего амфитеатра наградили победителей детского и взрослого конкурсов «Витебск-2013». Обладателем гран-при стали Престиана Димитрова из Болгарии и поляк Михал Кочмарек. Праздничный концерт продолжили популярные артисты. На сцену вышли Петр Елфимов, Злата Огневич, Александр Тиханович и Едвига Поплавская, Анжелика Варум и Леонид Агутин, Наталья Подольская, Владимир и Никита Пресняковы. Очень гостеприимная публика. Это всегда оно будет. Это люди, которые любят послушать музыку, прежде всего. Это здорово. Эта атмосферность наша какая-то, вот славянская такая, гостеприимство, хлебосольство, доброты, какой-то вот света, надежды, тепла, любви и братства. Вот такое, вы знаете, соборность. Вот это очень здорово. Между тем, Витебск продолжает жить в фестивальном ритме. Сегодня на сцене летнего амфитеатра состоится еще два концерта. Бенефис Вилли Токарева и гала-концерт исполнителей шансона. Концертную программу 22-го международного фестиваля искусств завершит в среду рок-панорама. На сцену летнего амфитеатра выйдут Сергей Мазаев и группа «Моральный кодекс», Ольга Кормухина и Максим Покровский. Настоящая спасательная операция развернулась в Гродненском районе. Сотрудники МЧС пришли на выручку лосю. Бедное животное попало в ловушку. Канаву глубиной около двух метров и самостоятельно никак не могло выбраться. Когда зверя обнаружили, над водой была видна только голова. А передними ногами он цеплялся за бревно. Держался из последних сил. Чтобы вытащить лося, спасателям потребовалось около получаса. Использовали веревку и подручные материалы. Спасенного осмотрел ветеринар. Серьезных травм не обнаружил, после чего животное отпустили на природу. Далее в выпуске спортивное обозрение Анжелики Урман. Полная информационная картина дня в 19.30. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго.